Поток антироссийских санкций и остановка поставок компонентов из Европы поставили на паузу российский автопром. О том, что заграничные заводы тоже успели постоять, мы уже рассказывали в марте. Но радикально проблемы не решены. Так, пасхальные каникулы Европа провела точно так же, как российские производители планируют использовать майские праздники на вынужденном отдыхе. Например, перед католической Пасхой головной завод европейского Форда в Кёльне работал по сокращенному графику, а далее останавливается на две недели. Это значит, например, что компактный Ford Fiesta до конца апреля выпускаться не будет совсем. По информации газеты Bild, заводу не хватает комплектующих, в том числе и проводов из Украины. Напомним, что по разным оценкам около 15% электропроводки и сопутствующих компонентов европейские заводы получали из Украины. Группа Volkswagen на неделю останавливала завод в Братиславе, который выпускает большие кроссоверы Volkswagen, Audi и Porsche, а также миникары семейства Volkswagen Up. В марте этот завод уже простаивал несколько дней. Как минимум на месяц отложен старт продаж паркетника Volkswagen ID.5. Электромобильный завод в Цвикау простаивал весь март, поэтому европейский рынок получит новинку не раньше мая. Mercedes сокращал производство на заводе в Зиндельфингене, не уточняя, какие именно конвейеры пришлось отрегулировать. Предприятие выпускает S и E-классы, а также электрический EQS. Вдобавок к украинскому кризису, автопромы теперь мешает и новый ковидный локдаун в Шанхае, крупнейшем китайском мегаполисе, который поставляет компоненты в Европу. Так, в 20-х числах апреля Renault останавливает едва начавшееся производство электрического Megana. Nissan откладывает до лета-осени дебют электрического кроссовера Aria, который должен был выйти на рынок еще летом прошлого года. Первую задержку объяснили ковидом и дефицитом микрочипов, теперь же в списке причин и обрыв прочих цепочек. На проблемы с поставками вдруг пожаловался американский электромобильный стартап Rivian, который обошелся без конкретики, но умудрился 13 раз упомянуть Украину в своем квартальном отчете. По оценке аналитического агентства LMC Automotive, украинский кризис в одном только марте и только немецким брендом обойдется в 150 тысяч невыпущенных автомобилей. Это примерно вдвое больше месячной нормы для всего российского автопрома в докризисные времена. Большую часть потерь, 123 тысячи, понесли заводы группы Volkswagen, включая Audi, Skoda, Porsche и совместные площадки. КОНЕЦ КОНЕЦ